И всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, ZDN, Артём, и сегодня мы будем играть в SkyWars на сервере, который называется Hypixel. Но сегодня мы поиграем не просто в SkyWars, а SkyWars с ресурспаком, который нарисован в пейнте. Да, дорогие друзья, как вы можете заметить, здесь у нас всё нарисовано в пейнте, и солнце, и все вообще предметы, которые здесь у нас есть, нарисованы просто в пейнте. И сегодня мы будем играть ещё на версии 1.17, это очень усложняет игру на SkyWars. Поэтому перед началом данного видео поставь лайк, подпишись на мой канал и нажми на колокольчик. Посмотрим вообще, что с этого получится, потому что ресурспак реально очень жёсткий, и как с ним играть в SkyWars на самом деле непонятно. Но я постараюсь выиграть для вас 4 игры на SkyWars, если конечно получится. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, давайте постараемся набрать по данным видеороликам 100 лайков, и у нас выходит новый челлендж на сервере Hypixel. Ну а мы уже переходим к нашему розыгрышу на лицензию Майнкрафта с полным доступом на сайт. Ну а перед началом данного видеоролика, я хотел бы вам разыграть лицензию Майнкрафта с полным доступом на сайт абсолютно бесплатно. Также данная лицензия имеет доступ к Hypixel. Чтобы её получить, вам нужно поставить лайк, подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, и написать комментарий, в котором будет больше 3 слов. Итоги будут в следующем видеоролике по SkyWars. Ну а вот победитель из прошлого розыгрыша. Напиши, пожалуйста, в личное сообщение группы ВК daynecogames.net, и мы тебе выдадим твою лицензию Майнкрафта с полным доступом на сайт абсолютно бесплатно. Играешь в игры, но у тебя не хватает денег? Заходи на daynecogames.net Всего за 19 рублей ты сможешь получить лицензию Майнкрафта. Только у нас большой ассортимент. Низкие цены, доставка 24 на 7. И всё это на daynecogames.net Ссылка в описании. Также мы ежедневно раздаём ключи Steam в группе ВК. Начинается наша первая игра на карте, которая называется Garden Bat. Вот так вот выглядит данная карта. И посмотрите просто, как эта карта выглядит именно с данным ресурспаком. Как вы можете заметить, здесь всё у нас нарисовано в пейнте. Алмазная броня, удочка, вообще всё при всё. Это весь ресурспак, который нарисован в пейнте на версию 1.17. И именно то, что нарисовано на версию 1.17, очень усложняет данный видеоролик. Потому что играть на данной версии в SkyWars очень и очень тяжело. Поэтому я пока простроился сюда и дальше простраиваюсь уже вот сюда на центр. Отлично. Давайте заберём вот этот алмазный грудник, который в данном ресурспаке выглядит именно вот так. Вот так вот ещё листва выглядят. Но на самом деле ресурспак сам по себе прикольный, но с ним тяжело играть. Так, этот игрок у нас падает и не сейвится. Отлично. У нас есть ещё вот такие вот ресурсы, которые я сейчас смогу забрать и надеть их. Отлично. Ну, надеваем это всё. У нас есть также удочка. И можем дальше идти убивать наших противников с данным прикольным ресурспаком. Ссылочку на РП я, наверное, вам оставлю после того, как по данным видеороликам наберётся 100 лайков. Потому что ресурспак реально прикольный. Так, этот игрок у нас пускай сгорит, потому что нам надо его убить. Всё. Он у нас умирает. Надеваем, получается, вот эти вот алмазные поножи. Ну и, в принципе, можете написать в комментариях, играли ли бы вы с таким ресурспаком. Потому что РП реально прикольный. Мне интересно, вот сколько бы моих подписчиков играло бы с данным ресурспаком. Ну, потому что реально, ребят, посмотрите на этот РП. Этот игрок просто падает. Я его даже не ударяю ни разу, к сожалению. И у нас остаётся наш последний игрок, которого надо найти. Я не знаю, где он находится. А, он находится вот здесь. Кстати, на версии 1.17 ещё нет зума, потому что там ещё снапшоты выходят. И именно из-за этого я не могу как бы сделать зум. То есть, приблизить этого игрока и посмотреть его. Ну и здесь ещё есть вот такой вот, получается, прицел. А им вот так вот он выглядит. В принципе, просто вот такой вот хрестик. И давайте мы возьмём вообще блоки и найдём. Это яблоко! Посмотрите на яблоко, ребят. Что оно вам напоминает? Ну, в принципе, мне оно напоминает просто яблоко. А вы можете написать в комментариях, что вам данное яблоко напоминает. Лично для вас. Так, нам надо найти блоки. Это камень. Так, хорошо, это камень. А то я не понимаю, как здесь выглядят блоки. Это камень. Это у нас динамит. Тут написано ТИТ, как я понимаю. Это же буква и русская. Так, этот игрок к нам идёт. И он, наверное, меня сейчас попробует убить. Я надеюсь, что он не сможет этого сделать. И я его убью. Так, да, я его убил. И это у нас победа. Вот так вот у нас была первая игра по Sky Wars. Переходим к нашей уже второй игре. Поехали! Я очень сильно надеюсь, что данную вторую игру на карте, которая называется Ища Хау, я смогу выиграть. Потому что с данным ресурспаком очень сложно играть. Он, конечно, красивый, милый, но, дорогие друзья, с ним очень сложно играть. В Sky Wars и вообще PvP хочется убивать игроков, потому что он для этого не предназначен. Он очень неудобный для Sky Wars. Ну и также для Bad Wars и вообще для PvP режимов. Давайте поставим вот сюда эту штуку, которая нам не нужна. И давайте будем убивать наших противников. Вот здесь я вижу игрока, которого я сейчас буду догонять и убивать. А он у нас просто упал и засейвился. И теперь он у нас просто берет и падает вниз, и он опять у нас сейвится. Это плохо то, что он постоянно сейвится, но ничего страшного. Давайте мы пока пойдем в эту сторону, ведь здесь у нас есть тоже игроки, которых я сейчас буду убивать. Так, сзади меня никого нету или есть? И никого нету, потому что мне показалось, что есть какие-то звуки, как будто кто-то бежал. Но, возможно, мне просто показалось. Я здесь вижу этого игрока, которого я должен убить, но у меня, к сожалению, здесь все застроено. Я к нему пришел и буду сейчас его искать. Я вообще не знаю, где я нахожусь, и игроков я тоже не вижу. Хотя вот я вижу одного, которого я сейчас попытаюсь убить. Так, дружище, давай ты у нас умрешь, пожалуйста, потому что у тебя 5 хп и за детьми игроки. Я тебя подсилка попытаюсь сейчас убить, если ты, конечно... А, ну ты от нас просто убегаешь. Я надеялся, что ты от нас убегать не будешь, но ты убежал. Вот здесь я вижу чела, если я его сейчас убью, у меня тоже будет силка, и я попробую убить других игроков. Но он от нас тоже убегает. Я пока сделал 0 бис, потому что челы просто от нас почему-то убегают. Я не знаю, почему так происходит. И он, походу, от нас реально сейчас убежит. Вот здесь я вижу игрока, у которого 13 хп. Я очень сильно надеюсь, что он хотя бы убегать от меня не будет, потому что реально от меня все убегают. А почему он не бьется? О, теперь ударился, и он у нас упал. Отлично, супер. Так, что у нас по игрокам? Вот этот игрок, получается, настреляет. Я просто вот так вот его отбегаю, и буду сейчас его убивать под зелькой силы. Все, это минус он, отлично. И что у нас по рейсам? По рейсам у нас пока все очень плохо. Ну, сойдет, сойдет на самом деле. Хотя вот у нас здесь ботинки и шлем алмазный. Терри, у нас здесь флова маска. Вот так вот, кстати, листва очень круто выглядит в данном ресурсе спатье. Вы ее могли уже видеть здесь в первой игре. И давайте мы попробуем сейчас убить вот этого игрока, который зачем-то строится наверх. Мы в него просто стреляем с лука и не попадаем, к сожалению. Но ничего страшного. Вот он у нас здесь находится, я в него просто стреляю. Давай, дружище, ты нас уберешь, 12 хп. И я не попадаю. Один раз попал, кстати, у меня здесь закончились стрелы. Почему у меня так мало стрел было, я не могу понять. У нас, кстати, кирка была какая-то зачаренная. Она мне, в принципе, вообще не нужна. Здесь у нас бутыльки опыта. Но вообще, на самом деле, ресурс пак прикольный. С ним можно повыживать, пофаниться, там, не знаю, выполнить какие-то челленджи. Но именно реально серьезно играть в Sky Wars или в Bad Wars или в другие PvP-режимы с ним очень и очень сложно. Давайте скушаем золотой... Нет, кушать золотое яблоко я не буду, потому что, ребят, нам пока оно и не надо. Если, допустим, у меня уже не будет хп, вот потом я его скушаю. Но в данный момент реально нет смысла сейчас тратить золотое яблоко. Пока этот игрок меня просит стрелять с лука, давайте попробуем в него тоже как-то стрельнуть и попасть. О, я попал, кстати, я его не скинул. Вот сейчас попаду. Нет, не попал сейчас. А сейчас? И сейчас я тоже попал, но, к сожалению, он у нас не упал. У него 9 хп остается. Попробую сейчас вот здесь вот его скинуть. Блин, опять не попал. А вот сейчас? Опять не попал. Ладно, хорошо. А, это победа. Что с ним произошло? Он у нас или ливнул, а нет, он у нас просто разбился. Понимаю, это у нас такая вторая игра. Переходим к третьей игре по Sky Wars. На самом деле, я таки не понял, что произошло с игроком во второй игре, потому что только спустя 10 секунд после того, как я в него выстрелил, мне засчиталось убийство. Это очень странно. Возможно, он по своей глупости упал. Или, возможно, его кто-то убил. Хотя я там оставался один на один с этим игроком. Вряд ли кто-то его убил бы. Может, его кикнуло, а может, он просто телепортировался эндерперлом куда-то и не попал. Именно из-за этого мне и засчиталось убийство. Поэтому, как-то так все и получилось. Этого мы уже не узнаем, к сожалению. Я попробую сейчас убить как-то этого игрока. Но, к сожалению, убить у меня не получилось этого чела. И я его сейчас попробую убить, потому что у меня есть зелька силы, и он у нас умирает. Но, к сожалению, я его резко не залутал. Сейчас убью еще вот этого челя под зелькой силы. Давай, дружище, ты у нас умрешь. Все супер. И надеваем, получается, вот это. И у него были где-то ботиночки. Ботинок у него, к сожалению, нигде не было. У этого игрока нет по ножу. Если я его убью, у меня будет флоу маска. Все, я его убиваю. Отлично. И надеваю его алмазные ботиночки. Теперь у меня есть флоу маска. Кушаем золотые яблоки, которые в этом ресурспаке выглядят именно вот так. И сейчас будем убивать вот этого вот чела, который идет к нам. Давай, друг, ты у нас умрешь, потому что зря ты ко мне пришел. Хотя он от нас убегает, у него 8 хп остается, и вряд ли я его сейчас убью, потому что он от нас просто берет и убегает. Так, а вот теперь ты, наверное, у нас улетаешь. Да, улетаешь, и я убиваю последнего игрока, который у нас находится вот здесь. Это у нас была очень быстрая третья игра на карте, которая называется Монголбл. Переходим к нашей четвертой игре по Скайварсу. Начинается наша уже последняя четвертая игра вот на такой прекрасной карте, которая выглядит именно вот так. Отправляемся к этому игроку. Будем сейчас его вот так вот убивать. Отличный минус этот щелик. И простраиваемся просто вот сюда уже на центр. Это наша последняя игра, поэтому я очень сильно надеюсь, что я здесь смогу сделать много убийств. И также, дорогие друзья, опять мы играем в режим Solo Insane Mode. Давайте заберем теперь сундуки, которые у нас находятся на центре. Забираем вот этот сундук, в котором у нас был хороший алмазный член. И забираем еще вот эти эндерперлы. Отлично, перекладываем это все вот сюда. И давайте попробуем сейчас убить вот этих игроков, которые у нас находятся там. Хотя нет, мы их убивать не будем. Лучше убьем вот этого игрока, который у нас находится здесь. А, у них там ПВП какое-то происходит, поэтому я лучше ворвусь вот сюда и убью вот этого чела, у которого есть хорошая броня. Но который у нас, к сожалению, сейчас умрет. К его сожалению, у него очень мало ХП. А, он потушился, кстати, только что. Поэтому давайте мы попробуем как-то его убить, что ли. Ладно, кушаем золотое яблоко. Он мне просто взял здесь и закрыл, к сожалению. И у меня нет вообще нормальной брони, как вы можете заметить. Если бы я убил этого игрока, то у меня была бы уже очень хорошая броня. Поэтому я просто беру, поднимаюсь потихонечку вот сюда. Этот чел просто здесь какую-то фигню настроил. Как вы можете заметить, у него почти фул алмазка. У него только не хватает алмазного шлема, который есть у меня. И нам надо как-то убить этого чела. Что он там делает, на самом деле пока непонятно. Он просто стоит на шифте почему-то. И он просто на меня смотрит. К сожалению, зума здесь нету, чтобы увеличить. Он еще приседает, что он делает? А, он показывает, как он умеет строиться. Я, к сожалению, так строиться не могу, дружище. Ну ладно, все. Тогда я, наверное, буду убегать от тебя. Пожалуй, я все-таки уйду от тебя. Вот так вот потихонечку буду простраиваться. А, он мне хочет скинуть. Не-не-не, так дело не пойдет. Тогда я буду просто ждать. И просто буду тебя сейчас вот так вот убивать. Все, не надо было так сделать. Я бы тебя не убил бы. Отлично, теперь давайте мы простроимся вот сюда. Все супер. И прыгаем дальше вот сюда. Нахожусь уже почти на центре. Давайте мы попробуем найти нашего последнего игрока. Я его уже, кстати, нашел. Но давайте я лучше полутаю здесь сундуки, которые находятся вот здесь. Потому что не надо, чтобы он меня убил. Я надеюсь, что здесь у нас реально будут сундуки, в которых будет хороший ресурс. У меня есть эндерперлы. Это хорошая вещь. У меня есть еще эндерперлы. Уже целых 7 штук. Поэтому давайте мы, возможно, попробуем как-то его убить. Потому что на самом деле эндерперлы у меня есть. А вот этот игрок будет, наверное, сейчас меня пытаться убить. Поэтому давайте мы станем лучше вот здесь. Застроимся. На всякий случай, чтобы он мне не скинул никак. И он зачем-то просто полдет сюда и спрыгивает обратно вниз. Нам надо как-то его обдурить и как-то его убить. Потому что если он так будет постоянно делать, это надолго затянется на самом деле. Блин, очень сильно не повезло с броней. Брони вообще нормально нету, к сожалению. И он там что-то делает. Я не понимаю, что он там делает. Давайте мы к нему телепортируемся просто и будем его сейчас убивать. У нас, кстати, пополнение сундуков только что должно произойти. А, да, оно уже у нас появилось. Хорошо. Телепортируемся просто вот туда. Почему где-то мой эндерперл лежал не в том месте. К сожалению, это у нас была вот такая вот четвертая игра, где я проиграл. Но что поделаешь, не все игры я выигрываю. Иногда я и проигрываю, иногда я выигрываю. Это как у всех игроков. Поэтому, дорогие друзья, я надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Если это так, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Также скачивайте данный ресурс-пак после того, как по данным видеороликам наберется 100 лайков. С вами был я, Задоинёк Артём. Всем удачи, всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok